Доброго здравия, друзья мои! Сегодняшнее мое поместование посвящено тому, как устанавливались и регистрировались рекорды Международной Федерации Деревого Спорта. Это та федерация, которая официально входила в Министерство Спорта различных государств, таких как Украина, Россия, Белоруссия и многих других стран дальнего и ближнего зарубежья, таких как страны Прибалтики, Германия, Греция, Италия и даже США. Зафиксировать мировой рекорд можно было в двух вариантах. Первый вариант – это при выполнении классических упражнений толчок двух гибб и рывок одной гибб и так называемых подъемок тяжелых гибб. Каждый мировой рекорд фиксировался при наличии трех судей международной категории. Причем каждый из этих трех судей должен был подписаться в протоколе и во время выполнения рекорда согласиться с его фиксацией. Каждый из этих трех судей должен был согласиться с фиксацией. Если кто-то из трех судей не соглашался, рекорд не считался установленным. Также можно было устанавливать рекорды рангом пониже. Например, рекорды определенного государства. У меня есть два таких рекорда. Рекорды Украины по поднятию тяжелых гибб. Их фиксировал один судья международной категории и два судья рангом пониже. А сейчас я предоставлю вашему вниманию выполнение моего рекордного достижения, мирового достижения в Казани в 2010 году, где я поднимал одной рукой на данном видео две гири, две легендарные гири атлета Николая Жеребцова, ученика Ивана Поддубного, общим весом 92,5 килограмма на 8 повторений. Но прошу обратить ваше внимание не на то, как я поднимал эти гири, а на тех, кто фиксировал мой рекорд. Там все, всех трех судей представляют вашему вниманию. Обратите внимание на их звание и регалию. Приятного просмотра. Горшинин Анатолий Петрович, старший тренер Республики Татарстан по гиревому спорту, заслуженный тренер России. Влад Асадулович Грифулин, профессор, первый вице-президент Федерации гиревого спорта Республики Татарстан. Хайрулин Рустем Агмалединович, заслуженный работник физической культуры России и Республики Татарстан. Все судьи международной категории. Слово предоставляется члену жюри, судье международной категории Рустем Агмалединовичу Хайрулину. Добрый день, уважаемые любители спорта, поклонники сильных мира сего. Кто смотрит телевидение, татарское телевидение Татарстан Новый Век, наверное, уже не раз видели в рекламе о том, что в Казани гастролирует цирк на воде. И показывали, много раз показывали Дмитрия. Он выступает, как он удерживает большое количество людей, там крутит карусель. Один из сильнейших людей, можно сказать, Европы и мира. Коротко о нем. Семикратный рекордсмен мира по делевому спорту. 27-кратный рекордсмен книги рекорда Гиннеса. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Чемпион Украины по пауэрлифтингу. Факелоносец Олимпийского Огня 2004 года. Он в спорте очень здоровый. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. Еще раз. Семь. Восемь. Восемь. Восемь подъемов за сорок девять секунд. Друзья, вы посмотрели, как фиксировались мировые рекорды Международной Федерации Гиревого Спорта. Напоминаю, это та федерация, которая входит в Министерство Спорта различных государств. Надеюсь, мое видео было для вас интересным и полезным. И вы теперь понимаете, какие мировые рекорды, какие, вернее, рекорды Международной Федерации Гиревого Спорта можно называть мировыми. Будьте здравы, друзья мои. Небольшое уточнение к данному видео. Гиревые Федерации Гиревого Спорта России, Украины, Белоруссии, входившие в состав Министерства Спорта данных государств, входили в Международную Федерацию Гиревого Спорта. В Федерации Гиревого Спорта других стран, которые входили в данную Федерацию, входили ли они в Министерство Спорта своих государств, этой информации у меня нет. Украины Международная Федерация Гиревого Спорта Гиревого Спорт